Замечательно, что несмотря на то, что естественным путем по течению времени дата сия все более и более увеличивается, и время, отделяющее нас от дня победы, становится все более продолжительным, память об этом важнейшем событии в истории Отечества сохраняется. Сегодня в Граде Москве и во многих других городах проходят парады, люди внешними присущими им способами выражают свою радость и гордость, прославляют ветеранов. Мы, как Церковь, в этот воскресный день совершаем памятование о Великой Победе теми средствами и тем способом, который соответствует призванию Церкви. Мы сейчас не на параде, а в храме, и мы возносим молитву Господу о нашем Отечестве, о народе нашем. Мы возносим молитву о ветеранах и, конечно, заупокойную молитву о тех, кто жизнь свою отдал. На поле брани и в плену, и в заточениях, и в горьких работах, кто просто погиб от голода и холода, как то было в осадном Ленинграде или в других местах. Не счесть бездны человеческого страдания. Церковь взирает на все то, что произошло с нашим народом, тем духовным зрением, которое ей дано. Учитывая совершенно особое значение Дня Победы в Великой Отечественной войне для нашего народа, я благословил, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, с дня 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, каждый год 9 мая во всех храмах Русской Православной Церкви совершался особым чином благодарственный молебен. Подобно тому, как после войны 1812 года, Отечественной войны, по благословению Святейшего Правительствующего Синода, во всех храмах совершался особый благодарственный молебен, чин которого дошел до нашего времени. Одновременно в этот же день, как некогда повелел наш Собор, будет совершаться и впредь особое поминовение усопших, вождей и воинов, на поле брани и в иных обстоятельствах, в Великой Отечественной войне, жизнь свою, за веру и Родину отдавших. Сегодняшнее празднование 65-летия Победы совпало, как я уже сказал, с последним пасхальным воскресением, когда мы вспоминаем чудесное исцеление Спасителем Слепого. Господь избавил того несчастного человека от естественной физической слепоты, болезни суровой, которая налагает на людей печать особого страдания. Он его избавил от этой болезни по любви своей, без всяких особых заслуг со стороны того человека. Он даровал ему, наверное, самое главное и самое важное, что было у того человека в мыслях и в надеждах обрести зрение. Но кроме физического зрения, как мы хорошо знаем, каждый человек обладает внутренним зрением, способностью в той или иной мере прозревать то, что происходит вокруг него. Вот это внутреннее зрение имеет очень большое значение для жизни человека, для его судьбы, для судьбы всего человеческого рода. Если люди теряют способность прозревать смысл происходящего с ними, с теми, кто их окружает, то они попадают в порочный круг и страшный круг. Повторение одних и тех же исторических ошибок. С такими людьми происходит то, что может происходить только с человеком, лишенным мудрости. Когда такой человек постоянно повторяет ошибки, и свои собственные, и ошибки других. Духовное зрение – это способность видеть и понимать сделанные ошибки, извлекать из опыта прошлого важный урок для себя. Духовное зрение – это способность также избегать ошибок в будущем. Церковь взирает на минувшую войну не так, как смотрят на нее историки или политики. У Церкви особый взгляд, особый угол зрения, духовного зрения. Именно Церковь является хранителем той великой правды, что все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла. Когда добро побеждает, то последствия одни, а если зло побеждает, то последствия другие. И мы знаем, что происходило в народе нашем после кровавых событий начала 20 века. «Сколько же неправды было, и сколько зла было, и сколько страданий человеческих было, и сколько же было неправды». Господь смыл эту неправду и это зло кровью нашей, кровью отцов наших, как то было не единожды в истории рода человеческого. И потому мы должны проникнуться особым пониманием искупительного значения Великой Отечественной войны. Вот это и есть религиозное понимание. Конечно, у войны были свои причины, человеческие причины, злая, безумная воля определенного круга людей. Но ведь и та злая воля была затем проведена через тяжкое бремя искупления. «Пред Богом не исчезает ни одно слово, ни одно дело». И Бог восстанавливает справедливость не только после нашей смерти и восстанавливает не только через страшный суд. Бог восстанавливает справедливость и в течение жизни и в течение жизни нередко одного поколения. Как же мы должны дорожить подвигом нашего народа? Как мы должны благоговеть перед этой кровью? как мы должны благодарить Бога за победу? За то, что пролитие крови не обернулось поражением и новыми скорбями, которых уже никогда бы не выдержало наше Отечество? с какой благодарностью мы сегодня должны возносить к Нему свои взоры и свои молитвы за подлинное избавление страны нашей? И когда какие-то доморощенные историки говорят нам, что у нас здесь зло было не меньшее, чем там, они дальше носа своего не видят и дальше своего весьма примитивного и греховного человеческого анализа не видят божественные перспективы. У них другой угол зрения, чем тот, о котором мы сегодня говорим. Великая Отечественная война явила нам Божью правду о нас самих. Она наказала нас за грех, но явила нам великую славу и силу нашего народа. Мы победили самого страшного врага, которого никто не мог победить. И как бы этой победой Бог говорит нам, вы можете, не грешите, не склоняйте свою голову перед грехом, живите по моей правде, и вы все сможете. И когда мы сегодня проходим через какие-то там кризисы, какие-то неурядицы, через проблемы ЖКХ, которым посвящается абсолютное время в наших СМИ, все это приходит и уходит, и забывается не только что за жизнь одного поколения, за один месяц и один год, но ведь этому мы отдаем сегодня все свои силы. Всем этим обычным, каждодневным, жизненным проблемам и не видим той стратегической, божественной перспективы, которую мы должны видеть как народ. значение сегодняшнего дня в том, что мы через воспоминания нашей великой победы способны обрести то зрение, которое является самым важным. и то, что в день 65-летия победы мы вспоминаем чудо исцеления слепого, дивное совпадение. Наша молитва сегодня о том, чтобы мы никогда не теряли своего внутреннего духовного зрения, а те, кто потерял, чтобы обрели это зрение, и тогда больше не потребуется никаких всенародных искупительных жертв. Мы имеем силу побеждать, а вместе с ней и великую ответственность не уклоняться от этой обязанности, исторической обязанности быть победителями. Сейчас мы первый раз совершим благодарственный молебен о великой победе и будем просить Господа об Отечестве своем, о народе нашем, о духовном зрении, без которого невозможно идти вперед. дабы День Победы не только обращал наш мысленный взор в прошлое, но помогал уверенно, с надеждой на Бога идти в будущее. Аминь. 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 Продолжение следует...